здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут елена и я рассказываю вам о разных сторонах жизни в италии сегодня я хочу вам рассказать немножко о том как выглядит рождество и новый год здесь рождество это невероятно важный праздник для итальянцев встречает его обычно всей семьей все собираются за одним столом есть даже такая пословица наталья кон и твой запаску а кон кивой то есть наталья рождество обязательно нужно встречать в кругу семьи сейчас у нас послерождественские каникулы между рождеством и новым годом я доехала до ближайшего города чтобы поснимать показать вам как выглядят знаменитые рождественские рынки итальянские город весь принарядился я думаю вам понравится ну и Субтитры создавал DimaTorzok Новогодние праздники чувствуются везде. Виталий считается очень важным встречать Новый Год в красном белье, поэтому витрины всех бельевых магазинов просто заполнились красным бельем самых разных оттенков. Если вы встретите Новый Год в красном белье, то вам будет невероятно вести целый год. В наших краях очень принято за пару дней до Рождества ходить друг к другу в гости и носить какие-то небольшие предновогодние презенты. Чаще всего в виде презента приносят Рождественскую корзину. Она так и называется – Чистину Наталитию. Их можно купить уже целиком вот в коробках, прямо в супермаркете они выставлены. И вот посмотрите, туда входит обычно Панеттон или Пандора. Это Рождественский кулич. И что-нибудь там из макарон, вино какое-нибудь, бывает с пуманты. Я с удивлением узнала, что если хочешь показать кому-то хорошие отношения, особые отношения, то считается неправильно дарить Чистине Наталите или вот эти вещи, которые уже преконфессионате, уже купленные в магазине. Нужно пойти заранее в пекарню, заказать заранее кулич, потом поехать его забрать. И вот такой кулич из пекарни можно дарить. Это считается добрым тоном. Я вам сейчас покажу, как он отличается. Обычно они упакованы прямо в бумагу, они не в коробках. Вот так вот внизу на нем бумага. И вот так вот выглядят классические рождественские кексы. В наших краях самые вкусные рождественские кексы. Вот эти вот печет вдова нашего маркиза. В классическом варианте это должны быть лимонные и апельсиновые цукаты. Вместо этого она использует засахаренные зеленые оливки. Необыкновенно вкусно пахнет. И такой же прекрасный насыщенный желтый цвет. Вот посмотрите, там правда зеленые оливки. А вот в нашей деревне есть такая традиция, по которой дети каждый год сами готовят игрушки, а потом все вместе одевают городскую елку. В самом начале, когда малышам выдают шишки и краски, они очень растеряны и совершенно не знают, что с этим делать. Но потом, под чутким руководством учительниц, вот это все превращается в очень милые игрушки. Подготовка игрушек обычно идет 3-4 субботы подряд. Дети возвращаются полностью перепачканы краской и обсыпаны блестками. Зато потом игрушки получаются очень милыми. Особенно мне нравятся вот эти сердечки, на которых написано имя каждого ребенка. И каждый ребенок подходит и вешает свою игрушку на елку. Поэтому городская елка получается полностью сделана руками наших детей. И мне кажется, что это очень трогательно и очень объединяет всех жителей деревни. Как будто подчеркивает, что Рождество и Новый год – это не только семейный праздник, а и всей нашей деревне, которая почти как одна большая семья. Это все, что я вам хотела рассказать на сегодня. Спасибо вам за лайки, которые вы ставите. Пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока!